Беларусь активно работает над созданием обновленной конституции. Она появится в ближайшее время, и это будет либо новый основной закон, либо в действующей внесут правки. Об этом сегодня рассказал президент Беларуси во время общения с международными судьями. Среди участников встречи первый заместитель председателя Венецианской комиссии, где Беларусь является ассоциированным членом. За последние 10 лет совместно с комиссией был проведен ряд международной конференции с целью развития и укрепить правовую работу судов. Этому же посвящена и нынешняя конференция в Минске. Сегодня в овальном зале состоялось совместное заседание обеих палат Беларусского парламента. На вопросы депутатов отвечали члены правительства. Одной из главных тем стала работа лесной отрасли. Депутаты интересовались, обеспечивают ли профильные организации прибыль и каковы резервы для повышения рентабельности, а также как решается одна из главных задач – повышение экспорта. Как отметил вице-премьер Владимир Дворник, новые заводы Светлогорские Добруши позволят лесному комплексу увеличить экспорт до более чем 2,5 миллиардов долларов. Пламя мира встретили в Шклове. Маршрут эстафеты огня вторых европейских игр прошел по знаковым местам города. Это костелы и церкви XIX века, здания синагоги, знаменитый городской парк и ледовая арена. В составе команды факилоносцев уроженец Могилева, олимпийский чемпион погребли на конуэ Александр Масейков и чемпионка мира по пятиборью Анастасия Прокопенко. Затем к пламя мира отправится в Александрию. Факилоносцы пробегут по местам, связанным с биографией белорусского президента.